Будь бдительными и внимательными призывают жителей полицейские Одинцовского округа. За последние годы в связи с переходом многих сервисов в онлайн пространство резко увеличилось количество совершенных в отношении граждан дистанционных мошенничеств. Мы перепрофилируемся и все правоохранительные органы на сегодняшний день сосредотачивают свои усилия на борьбе именно с этим видом мошенничества. В Одинцовском управлении МВД создано отдельное подразделение, которое занимается киберпреступлениями. При этом найти онлайн преступников крайне сложно. При розыске мошенников часто выясняется, что большинство IP-адресов заграничные. Как отмечают полицейские, в прошлом году в Одинцовском округе было зарегистрировано 476 фактов мошенничества. При этом ежегодный доход злоумышленников составляет около 1 миллиарда 800 тысяч рублей. Мошенники используют как старые схемы изъятия средств с банковских счетов граждан, рассказывая о блокировке карт, попавших в беду родственниках, якобы положенных в социальных выплатах или случайных выигрышах. Так и придумывают новые. Злоумышленники придумали новую схему со звонком из правоохранительных органов. Сначала они представляются банковскими работниками и сообщают о проблемах со счетами. А затем, если держатель банковской карты не верит им, перезванивают уже под видом сотрудников правоохранительных органов, используя возможности интернет-сервисов, подмены телефонных номеров. В результате использование данной технологии на экране абонента высвечивается не номер звонящего, а иной номер, например, банка или дежурной части отдела полиции. В ходе разговора незнакомцы, представляясь, могут называть реальные данные сотрудников полиции, полученных из различных открытых источников, выдавать себя за руководителей подразделений и сообщают о том, что только что получили якобы информацию от банка о попытках неизвестных лиц похитить денежные средства с банковского счета. Уважаемые граждане, помните, сотрудники правоохранительных органов и представители банковских организаций не запрашивают у граждан по телефону реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа. О всех таких фактах сообщайте в полицию. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.